всем привет сегодня у нас на сервисе ноутбук asus с проблемой не включается нажимаем на кнопочку включения вот если видно кнопочка засветилась но больше ничего не происходит в этих ноутбуках частая поломка это выход из строя чипсета на материнской плате также в соответствии или впоследствии с постоянным перегревом значит что мы будем делать мы попробуем продиагностировать как сейчас я вам покажу вытаскиваем батарею откручиваем заднюю крышку тут принципе только раз два три четыре пять болтиков так задняя крышка снимается вот тут в этом месте есть место где можно отверточкой поддеть и легко снимается ну как видим опять же в этом ноутбуке система охлаждения в очень печальном состоянии и видно вот пыль аж на этой крышке значит сразу вам расскажу как же его почистить от пыли значит тут все очень просто у нас есть попробуем так показать поближе значит раз два болтика это снимается откручивается вентилятор ноутбука вот здесь отключается его питание также откручиваем четыре болтика на процессоре и два болтика откручиваем на чипе это чип видеокарты вот в этом месте значит откручивать надо обязательно по диагонали и до половины сначала откручиваем вот попускаем один болтик второй третий четвертый и также уже теперь откручиваем их полностью это делается для того чтобы не было перекоса системы охлаждения и мы не скололи кристалл на процессоре или на чипе там если он будет это в принципе применимо для всех ноутбуков также и тут сначала подпускаем потом откручиваем когда вы снимете систему охлаждения вам надо будет после чистки поменять термопасту для диагностики это не испанси нам нужно нагреть чип на который есть подозрение на максимальной температуре павильной станции это примерно 420 градусов на протяжении времени 30 секунд ни больше ни меньше значит флюс и другие препараты использовать не надо только нагрев на кристалл и для того чтобы текстолит не повело разогреваем круговыми вот так покажу вам круговыми движениями вот и дуем на кристалл опять два три круга опять на кристалл таким образом мы проверим работоспособность этого чипа и в нем ли проблема если проблема скажем так не в нем такой диагностикой мы вреда не принесем никакого ноутбуку потому что он не перегревается там до температуры плавления припоя вот но и вместе с тем это нам покажет как и в чем возможно есть проблема итак нагрелся у нас паяльник засекаем ровно 30 секунд и начинаем нагревать такими круговыми движениями берем аккуратно чтобы не поплавить пластмассу итак я подготовил новую термопрокладочку сейчас мы поставим на чип установим назад систему охлаждения конечно мы еще не чистили потому что это опять же диагностика неисправностью большей мере но вам если надо почистить вы просто берете и чистите и потом устанавливаете прикручиваем охлаждение включать мы будем кратковременно поэтому не термопасту не там сильно я не прикручиваю так чтобы уже на постоянно это только для диагностики подключаем систему охлаждения разъем питания так есть и устанавливаем батарею есть ну и пробуем теперь включать как видим ноутбук включился наши подозрения подтвердились значит что надо делать дальше это ноутбук должен полностью разбираться меняется чипсет снимается этот устанавливается новый и он еще будет работать и работать но самое главное что этот метод не приводит к ремонту ноутбука если вам кто-нибудь скажет что да мы давайте прогреем вам ноутбук там чипсет и все будет нормально и он будет что там работать полгода это неправда этот человек он кривит душой когда говорит вам такие вещи объясню почему внутри под кристаллом или под чипом находится вот так вот попробуем показать ну во первых сам чип он садится на такие шарики эти шарики в принципе от платы ну очень редко могут оторваться где-то там быть отрыв это в принципе один из там пятисот наверное случаев ремонта ноутбука что бывает там отрыв такой же по такой же самой технологии сам кристалл крепится к этому текстолиту самого чипа но там конечно шарики микроскопические что происходит впоследствии перегрева он нагревается так вот он нагревается и происходит обрыв между шариками которые находятся под кристаллом и контактами на текстолите впоследствии чип перестает работать прогрев это только временное решение проблемы и используется только для диагностики спасибо вам всем за просмотр подписывайтесь на наш канал ставьте лайки это очень нас поддерживает до свидания спасибо 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 спасибо